Батюшка, благословите. Добрый день, дорогие друзья, дорогие братья и сёстры. Меня зовут Мария Студеникина. Немножко расскажу о себе. Десять лет назад я пришла волонтёром помогать в Москве, собирать гуманитарную помощь для тех людей, которые пострадали от пожаров. Если помните, в 2010 году центральная часть России была окутана колоссальными пожарами, и я пришла в качестве волонтёра собирать гуманитарную помощь для погорельцев. Когда у нас остался большой объём гуманитарной помощи, в отделе по благотворительности в Москве, в синодальном отделе по благотворительности при Патриархе, мы решили организовать центр гуманитарной помощи. Это первый в Москве центр, место сбора и распределения гуманитарной помощи для всех категорий нуждающихся людей, для малобеспеченных семей, для кризисных беременных, которые попали в трудную жизненную ситуацию и стоят перед выбором сохранения беременности или совершения аборта, для пенсионеров, для детей из детских домов и для многих-многих других категорий нуждающихся людей. Это был уникальный центр, место, где встречались подопечные, где они могли выбрать себе всё как в магазине, но это бесплатное место выдачи вещей, где была зона разбора, зона склада, зона работы добровольцев. Через центр гуманитарной помощи ещё в году прошло порядка 5000 человек, 5000 нуждающихся получили помощь. Впоследствии в 2012 году мы открыли первый центр помощи женщинам в трудной жизненной ситуации, беременным и матерям с детьми, попавшие в сложное положение. Дом для мамы. Дом для мамы – это место, где оказывается комплексная помощь беременным и мамам в трудной жизненной ситуации, а именно психологическая, юридическая, гуманитарная помощь, помощь всем необходимым колясками, кроватками, питанием, одеждой, обувью, средствами гигиены, а также приют временного пребывания. Дом для мамы – это центр, который работает в двух основных направлениях и помогает женщинам не сделать аборт и не отказаться от своего ребёнка и сдать его в детский дом. То есть мы отвечаем на любой вопрос тех женщин, которые хотят сделать аборт или отказаться от своего ребёнка, когда их бросили родные родственники, когда они остались без резкого существования и без крыши над головой. И вот в 2012 году мы открыли один из первых домиков для мам. Через приют на сегодняшний день прошло более 300 матерей и 305 детей, более 8,5 подопечных наших семей, малообеспеченных, многодетных, кризисных, беременных получили гуманитарную помощь. И ежемесячно около 100 женщин получают психологическую, юридическую и иную консультационную помощь. Я являюсь членом Совета общероссийского общественного движения «За жизнь». Это движение работает и защищает детей до рождения, ведет комплексную работу по профилактике абортов. Законодательные инициативы предлагают нашему государству в сфере снижения количества абортов в нашей стране, а также оказывают колоссальную помощь. В 2015 году мы открыли программу «Спаси жизнь». Основная цель этой программы – это доуборное консультирование и оказание помощи тем женщинам, которая стоит перед выбором сохранения беременности или совершения аборта. Вот сейчас в нашей программе участвуют 54 некоммерческих организаций, общественных организаций в России и Белоруссии. Это 178 специалистов, психологов, социальных работников, клинических психологов, которые работают в 136 медицинских учреждениях, это женские консультации, и 14 центров защиты семьи, материнства и детства. Наши специалисты, 178 специалистов, помогают женщине сделать правильный выбор в пользу жизни ребенка. И вот в последние 5 лет от аборта мы спасли 12 162 жизни малыша. То есть мы делаем всё возможное, чтобы количество абортов в нашей стране сократилось. Почему? Ну, потому что на самом деле проблема абортов стоит очень серьёзно в нашей стране. Невозможно говорить об изменении демографической ситуации в нашей стране, не затронув тему абортов и не затронув тему повышения рождаемости. И вот как раз наша программа «Спаси жизнь», «Движение за жизнь» занимается всё, всем возможным для того, чтобы изменить ситуацию в данной сфере. Помимо работы консультантов, психологов, клинических психологов, социальных работников, которых мы поддерживаем методически, материально, обеспечиваемся ими раздаточными материалами, мы помогаем как раз тем женщинам и организациям, которые участвуют в нашей программе, помогаем всем необходимым. Начиная от того момента, когда женщина приняла положительное решение в пользу жизни ребенка и до помощи социализации семьи. Данная помощь включает в себя психологическую, юридическую, гуманитарную, приют временного пребывания, работа с подростками, представление профессионального обучения для женщин, которые отказались от аборта, репетиторство для сложных подростков и любую иную помощь, которая необходима той женщине, которая отказывается от аборта. Во главу угла своей работы мы ставим в первую очередь жизнь ребенка, жизнь нерожденного ребенка и помощь ее маме. Более 100 тысяч человек в рамках программы «Спаси жизнь» за последние 5 лет получили помощь. Имея опыт в сфере организации защиты семьи, материнства и детства, по примеру, в центрах «Дом для мамы» сегодня открыто уже более 74 центров «Дом для мамы», приютов для беременных. И более 209 центров гуманитарной помощи действуют на территории нашей страны и в рамках Русской Православной Церкви. Я в том числе руковожу направлением защиты семьи, материнства и детства, в рамках данных центров, центров гуманитарной помощи и приютов. За последний год помощь получили более 1 миллиона человек. Мария, я могу слово вставить? Да, конечно, большое. Я просто так деликатно уже слушаю, много ты правильно сказал, умничка, и сделали очень много. А ты когда-нибудь в совместной эфире проводила? Нет, это первый раз, если бы честно. Счастье моё. Ну, вообще, совместный эфир подразумевает общение. Это первый мой. Второй момент. Знаешь, ты замечательно всё говоришь, но это похоже на обращение президента. Поэтому давай мы немножко пообщаемся. Буквально два слова, как это обычно бывает для твоей аудитории. Меня зовут священник Константин Мальцев. Я служу в Краснодарском храме, настоятель храма на бабочке испанников российских. И вот веду интернет-блогерскую деятельность. На самом деле, ты очень много правильно говоришь. Тема очень актуальная, важная. И о ней нужно говорить. Она болезненная, безусловно. Но её нужно трогать, потому что, ну, как минимум, это раскаяние большое, как следствие. Как следствие того, что ты сделал. Но вот профилактика до того, как ты покаялся, конечно, это вот наша с тобой совместная работа. Меня как священника, тебя как специалиста. Поэтому, естественно, нам нужно трудиться. Если хочешь, в двух словах буквально расскажу одну историю, почему я так... Ну, помимо того, что я сам родитель, а у меня есть дети. Почему я так сильно, трепетно отношусь к ляльчикам. Угу, конечно. К ляльчикам. Я даже для моих маленьких прихожан детский уголочек сделал. Где на уровне глазок они могут приложиться к иконочкам, свечку поставить. То есть, такие вот, для малышей прям. Это вот буквально в словах, чтобы мы потом дальше с тобой развивали тему. Это было, когда я ещё служил в Еске, в городе. Это есть такой в Краснодарском крае город. И меня пригласили в реанимацию. Покрестить ребёночка. Прибежала бабушка. Потом я уже выяснил, что бабушка. Потому что там много эмоций было. И батюшка, покрестите ребёнка. Вот у него сейчас авиация. Должна уже запрос сделать у ребёнка порог в сердце. Операцию. Может быть, не долетит. Нужно делать операцию. Я созвонился с главврачом. Получил разрешение от него. И мы поехали. Приехали лялечка, недоношенная, 7 месяцев. Такая вот совсем мосикусечка. И я полностью всё там. Искусственное дыхание. Ну, всё на аппаратах, по большому счёту. Там ребёнок, не знаю, как бы они его перевозили вообще. Но они в итоге-то перевозили. Ну, сейчас дойдём до этого. И я стал кратким чином. Ради страха смертного. Обычно вот в таких случаях крестят. Вот не суть важна. Взрослый ребёнок, ну, кратким чином. Стал крестить. И заведующая этого отделения стала бегать и фотографировать. Я говорю, что вы делаете? Говорит, да вы не понимаете. Этот ребёнок, он должен вот буквально, ну, в лучшем случае ещё день пожить, если ему операция не поможет. А у него все показания, как у жилого, нормального, здорового ребёнка. Он ожил, он глаза открыл. И так не бывает. Конечно, это было удивление, радость, с одной стороны. Но я говорю, я немножко собрался. Я говорю, давайте мы всё-таки сделаем, что мы должны сделать. А дальше уже будем там, что вы захотите. Вот, покрестил. И я имел такую неосторожность по своей глупости или неопытности. Я не попросил бабушку, чтобы она потом как-то дала знать, что с ребёночком. Прошло года 3-4. Я стою в храме, заходит женщина. Я уже, честно говоря, бабушку забыл, как она выглядела. Потому что это так всё спешно-спешно. Вот заходит бабушка с ребёночком. И этот ребёночка мне бежит обниматься. У меня мысль такая, вроде немой, на меня не похож. Ну, а потом уже выяснилось, что это та самая девочка, которую я крестил в Баракамере. И вот, наверное, это такой очень важный переломный момент в моей жизни, что Господь сохранил этого ребёнка. И в лице этого ребёночка я стал очень трепетно относиться к тем, которые ещё в животике. Потому что, если бы, ну, представь только на секунду, если взяли аборты, когда ещё мамочки ходили, Ломонос, Пушкин, Менделеев и тому подобное. И ведь тоже некоторые говорили, что он больной родится и тому подобное. Каких выдающихся людей мы потеряли бы на сегодняшний день. Поэтому тема очень актуальна, она близкая. Тем более, я очень лялечек люблю, это дар Божий. Которого, к сожалению, у многих и не всегда есть. Может быть, по причине немощи. Может быть, по причине того, что Господь не попускает из-за внутренних каких-то моментов. А может, просто тем деткам, у которых нет родителей, нужны тоже родители. Поэтому ты очень большая умничка, что занимаешься этим делом. Но вот возникает вопрос, всё-таки, чтобы мы пообщались. А то ты немножко монолог. Немножко монолога. Вот ты очень большие цифры называешь. Я же перед эфиром тоже немножко ознакомился. Кто ты, с кем ты общаешься. Чтобы представление человека, когда уважаешься, нужно немножко о нём полюбопыствовать. Ну вот скажи, сейчас тенденция, и святейший патриарх выступает, чтобы законодательно убрать момент, что за наши налоги убрать, допустим, законодательно, чтобы не делали аборты за налоги. Вот это важный момент. Потому что мы сопричастны становимся косвенно, но к этому убийству. А если я не ошибаюсь, как же сейчас я вспомню, Галиченков, по-моему, профессор, да? Биологических наук, если я не ошибаюсь. Да, да, он же сказал, что именно жизнь зарождается в присоединении клеток мужчины и женщины. И тогда, можно сказать, уже зарождается душа. А если мы обращаемся к Священному Писанию, то там мы читаем, как Соломопевец Давид говорит, что его тропе матери искал ты меня. То есть, ну, с откал, или как можно попроще сказать. Ну, скажи, пожалуйста, вот эта работа, вот ты же больше в этом, грубо говоря, выразиться, варишься. Это вот какое-то продвижение идёт вот в этом, к примеру, вопросе? Вы знаете, батюшка, с данной инициативы Святейший Патриарх выступил ещё в 15-м году на рождественских чтениях. И с того момента начался диалог с государством по продвижению в направлении решения данного вопроса. Диалог, хочу сказать честно, продвигается очень тяжело. Это очень острая тема, которая касается всех слоев общества. И самого общества, которое на самом деле, на мой взгляд, ещё не знает, что такое аборт, уковы его последствия для здоровья женщины. У нас, к сожалению, очень часто наши СМИ апеллируют тем, что общество не готово к запрету аборта, к выводу аборта при ВМС. Но, на мой взгляд, общество на самом деле не знает, что это такое, ведь общество, если бы знало общество, что вот это вот точная копия модели эмбриончика, модели человека на 12-й неделе развития. Вот тот, я держу это у себя, вот сейчас у меня в руках. Это тот ребёночек, который сейчас 12 недель. Вот на законодательном уровне по 12 недель у нас разрешено делать аборт по желанию женщины, вот на таком сроке. Это тот срок, когда у ребёночка уже полностью сформированы глаза, ушки, нос, ротик, у него уже бьётся сердце. Это уже полноценный человек, который с 12 недель просто растёт и увеличивается в размерах. А у нас, к сожалению, общество об этом не знает. У нас общество не знает, у тех последствий... Машенька, прости, что перебываю. Не знает или не хочет знать? Как ты думаешь? И не знает и не хочет знать. Я бы и так, и так ответила. Действительно, потому что мы ведь об этом нигде не говорим. Мы не говорим о последствиях аборта для здоровья женщины, о постабортном синдроме. Ведь об этом очень мало кто говорит. У нас нет ни одной передачи, где действительно об этом открыто говорилось. У нас нет данной информации в интернете. У нас на каждом шагу не говорится о том, что семья — это прекрасно. И поэтому, с одной стороны, общество не знает, с другой стороны, действительно не хочет знать. Те люди, которые интересуются, которые стремятся к тому, чтобы интересоваться этой темой, мне кажется, они впоследствии становятся очень неравнодушными людьми и становятся добровольцами, присоединяются всё больше и больше к нам, с вами, к неравнодушным людям, к этой теме. Это одна из причин в продолжении вашего вопроса в отношении вывода абортов из УМС. Святейший Патриарх и все мы ведём диалог и с экспертным сообществом, с врачами-пушерогинекологами, с медиками, которые достаточно сложно относятся к данной теме. Основное ведомство, с которым мы ведём диалог, это Министерство здравоохранения Российской Федерации. И несмотря на достаточно большое сопротивление со стороны экспертного сообщества, мы небольшими шишками вырабатываем некую дорожную карту по решению данного вопроса. Ведь на самом деле этот вопрос может быть решён на уровне подведомственных нормативно-правовых актов, и это будет сделано, но не быстро. К сожалению, невозможно нам с вами сегодня захотеть, а завтра аборты будут выведены ОЗОМС или вообще запрещены. Это долгий процесс и очень сложный. А у нас есть в Госдуме или где-то вот такие вот специалисты или как минимум высокого уровня люди, которые продвигают вот эти вопросы по поводу уменьшения как минимум количества этого диета-убийства. Вот, может быть, есть какие-то люди, которые бы нужно было бы поддержать в этом русле как-то. Может, ты, как тебя, может быть, как-то поддержать, если вот более уровни, чтобы ты поднялась. Потому что если нету человека, который радеет о этом, ничего с мёртвой точки не сдвинется. То есть должен какой-то локомотив. Да, это действительно так. Людей, которые разделяют наши идеи во власти и в других экспертных сообществах, их очень немного. Я вот сейчас принимаю участие в конкурсе «Лидеры России. Политика». Мне бы очень хотелось, чтобы вот эта тема, тема и итоги работы, десятки лет работы наших организаций, наших некоммерческих организаций были услышаны. И получили новый виток развития. И густарство действительно сдвинулось бы с мёртвой точки в решении данного вопроса. Ну, я думаю, если ты вот озвучила, что «Лидер России», я думаю, как-то надо, может, это конкурс какой-то, давай я поделюсь информацией, чтобы, может, люди зашли и как-то тебя поддержали. Потому что, я думаю, православному человеку нельзя, просто он не имеет права быть в стороне, когда речь идёт о беззащитном ребёночке. Да. И кто-то должен хоть как-то об этом не как-то, а громко говорить. И чем выше, тем лучше. Я с радостью поддержу тебя. Я смотрел твоё общение с Владимиром Владимировичем Путиным. И ты такую заявила тему, которая немножко шокировала нашего министра здравоохранения по поводу в консультациях вести нашего, скажем так, представителя, который бы профилактически, психологически, на должном уровне помогал бы какому-то противодействию. Как бы или убережению, или успокоению. Ведь надо честно сказать, что некоторые девочки просто приходят в страхе. Я не буду выражаться, но из-за, как бы так более дипломатичным словом сказать, из-за недомальчиков-мужиков, у которых мозги не в том месте работают. Ответственность ещё не пришла. Поэтому элементарный страх. Она не знает, что ей делать. А с одной стороны, это слава тебе, Господи, есть ли хорошие крёстные родители, которые именно в духе её поддержат. Это хорошо, если, допустим, верующая врач в женской консультации попала, и она её поддержит. Потому что, ты правильно говоришь, последствия бывают очень серьёзные. А может быть, и не попался такой в консультации. Я вот сейчас не могу точно сказать, потому что, это ты уже мне сейчас подскажешь, потому что я не владею информацией. Насколько я знаю, от абортов врачи тоже имеют какую-то копейку. Правильно? Можно ли вы предположить, что врач заинтересован сделать этот аборт, чтобы получить какую-то дотацию к зарплате? Да. Или в целом зарплате? В том числе. Да, да, да. Поэтому тут, естественно, если будет такой человек, он хотя бы, может быть, от нерадивого врача, врачи-то тоже разные есть. Как и священники разные, надо честно говорить, которые кто-то только пришёл, помахал, кодил и ушёл, а кто-то живёт приходом, паствой. Надо честно тоже это признавать вещи. Нормальных много, а хороших мало. Надеюсь, их будет больше. Поэтому вот эта инициатива, она была, вот я к чему всё это подвожу? Главный аргумент был, что врачебно-тайна. А почему, я не понимаю, вот обязать, подписать, допустим, какой-то документ того же вот нашего представителя о той же врачебной тайне? В чём вопрос, я не понимаю. Вы знаете, после моего выступления главный врач Кушет-Гинекон, который помогает нашему домику для мамы, и возглавляет медико-социальный центр при одном из московских роддомов, роддоме, звонит мне и говорит, Маш, слушай, никакой там врачебной тайны нету. На самом деле, ваши специалисты, ваши психологи могут, не спрашивая у женщины её личных контактных данных, даже как её зовут, если захочет, она может сказать, но не спрашивая никакой личной информации, просто поговорить и побеседовать с женщиной об аборте. Рассказать о том, что это за операция, дать полноценную информацию о том, что это такое, и рассказать о последствиях. Никакого противоречия. Один из главных врачей-акушер-гинекологов нашего роддома, который сопровождает наш центр, говорит, что этого врачебной тайны нету. Не нужно никаких личных данных предоставлять. Поэтому на самом деле опыт уже есть. Он очень большой. Когда некоторые организации работают в этой сфере, его нужно транслировать и не мешать другим профессионалам, профессиональным психологам от некоммерческих организаций работать в этом направлении. Знаешь, я с тобой всецело согласен, но вот я состою в комиссии по делам несовершеннолетних нашего района, где я служу. И часто наблюдаю неблагополучные семьи. И некоторые женщины, ну, сказать, что они просто рождают одного за одним, на фоне, может, оквольного состояния и тому подобное, это ни о чем не сказать. Ну, честно говорю, как едет. Но вот вопрос с ними тоже ведь стоит остро. Потому что порою на этих заседаниях опека говорит, ну, что с вами делать? Вы рожаете их? Вы хотите, чтобы потом вас содержали? Вы ничего делать не хотите? Еще нас обвиняете, что мы вам что-то не додаем? Ну, это же другая сторона медали. Вот что с ними делать? Да, мы понимаем, аборт – это грех. Однозначно грех. Это убийство. Но ведь есть такие, которые ради чисто материнского капитала рожают. И такие есть. Да. Вы знаете, есть очень большое количество женщин, которые рожают ради материнского капитала, которые не рожают, потому что хотят делать карьеру, потому что у них есть трудности. Вы знаете, имея большой опыт работы с конкретно женщиной, с ее ситуацией, я считаю, что нужно прилагать все усилия, чтобы с ней поработать, чтобы вникнуть в ее боль, вникнуть в ее ситуацию. На самом деле, не разрешимых ситуаций не бывает. Безнадежных людей не бывает. Вы как батюш, как священник, да, наверное, поддержите меня в моем веровании в человека, что человек может меняться, может измениться. И вот я считаю, что даже с самыми неблагополучными людьми, даже с семьями, как правило, несоциализированными, как правило, руководственными собственными мотивами, но с ними можно работать, потому что у меня в моей жизни есть реальный опыт работы с женщинами, с выпускницами детских домов, с женщинами, которые вышли из неблагополучных семей, и с женщинами, у которых есть определенные психические заболевания. Но из них вырастают хорошие мамы. Они становятся хорошими женщинами. Только тогда, когда рядом с ними окажутся неравнодушные люди и скажут, не переживай, ты не одна. Есть мы рядом с тобой, и мы поможем. И мне кажется, участие каждого из нас в жизни человека, будь то словом, будь то делом, очень важно. Согласен, Машенька. Ну, вот тут, видишь, помимо... Слово это в первую очередь, потому что человек находится в очень сметенном, так вот, смущенном состоянии души. Но тут же и в том числе, какая иногда бывает мотивация или оправдание, да, а за что я буду кормить, а за что я буду его содержать, это тоже очень важно. Если мы объективно посмотрим на вещи сегодня, на ребенка, который под опекой, даже не в сотню, а в тысячу раз больше дается, чем на просто обычной мамочке, которая родила. Я не могу ошибиться, но, по-моему, 150 или 170 рублей на обычного ребенка. Ну, если ты вот родила, в семье благополучно в месяц дается. И плюс вот эти вот до того, как она на работу выйдет. Сколько там месяцев там. Слава Богу, сейчас в этом плане очень отрадно, что ситуация меняется, но, тем не менее, это другие финансовые помощи. Понятно, что в первую очередь человек должен рассчитывать на свои силы, на семейные силы. В конце концов, государство может поддержать, а не содержать. Я считаю всегда, что если тебе что-то не хватает, нужно искать возможности, а не вечно плакаться. У нас русский человек привык постоянно плакаться и ждать, что ему все на блюдечке подойдут. Ну, это объективная реальность. Но все-таки есть индивидуальные моменты. Вот когда, допустим, уже почили родителя, а она девчонка еще... Ну, бывают же разные ситуации в жизни. А вот она одна, а он вот такой вот... Вообще, я их за мужчин не считаю. Когда ты обрехватил, прости за прямое слово, и убежал в кусты. Это вообще не мужчина. Нельзя назвать тебя мужчиной. Мужчина – это тот, который берет ответственность за женщину и за ребенка и отвечает перед Богом, перед обществом. Вот. Ну, вот есть же такие. А как их поддержать? Понятно, что на уровне государства практически это невозможно. На данный момент. Может быть, ты меня поправишь, может быть, я не прав. На уровне каких-то соседей, на уровне храма. Ну, чем-то, чем сможем, поможем. Но это не содержание. Это помощь. Да. Безусловно, это не содержание. Это помощь, но она имеет колоссальное значение. Вот я изначально сказала про гуманитарную помощь, про помощь всем необходимым. Вы знаете, у нас порой цена жизни ребенка стоит в детской коляске или кроватке. У нас женщины отказываются от аборта, потому что мы им предлагаем пачку гречки или пачку риса. Или покупаем зимние сапоги в холодное время из Красноярского для женщины. Вы знаете, иногда эта помощь, она является колоссально решающей. Но мне кажется, это лишь один аспект. Важно, опять же, я говорю, вникнуть ситуацию у женщины. Важно дать ей возможность научиться чему-то. Если вдруг у нее нет образования, важно помочь получить это образование. Самое минимальное. Не второе высшее, не первое высшее, которое требует очень больших вложений и временных. А самое минимальное. Профессию повара, парикмахера, специалиста, не знаю, делопроизводства, секретаря или бухгалтера. То есть такие профессии преподавные, которые впоследствии дадут ей возможность идти и работать, и даже работать в декрете. И вот, вникнув в каждую ситуацию, можно оказать помощь. Наша гуманитарная помощь, то есть та помощь колясками, кроватами, одеждой, обувью, памперсами на первое время является очень большим подспорьем до тех пор, пока женщина не выйдет из декрета и не пойдет работать, не отдаст ребеночка в детский сад или, может быть, в ясельке. Поэтому это все равно помощи она должна быть. И она позволяет сохранить жизни детей. Но она, как минимум, хотя бы, это какой-то аванс, что она не одинока, не брошена. Пусть это не огромная, не большая, но, по крайней мере, она уже не чувствует, что она одна в этом поле боя. Ты знаешь, вот разговаривающая с тобой, я вспомнил давнешнюю-давнешнюю историю, когда еще учился в семинарии, у нас один преподаватель летал в Каир. И все про сути православность, они и сегодня, там, Ганимов, потому что у вас основное там вероисповедание ислам, там есть город мусорщиков. Я была там. Город мусорщиков. Да, и вот он говорит, когда мы были там, в этом городе мусорщиков, меня удивила одна история, вот как раз с ребеночком связана. Одна женщина, муж у нее почил, и ей нужно было как-то содержать ребенка. И что сделали соседи? Это вот очень человечный, а я бы еще больше сказал, православный поступок. Чего, может быть, нам порой не хватает. Вот мы говорим о государстве, а вот твоей помощи в лице, как бы какого-то юридического лица. А на самом деле это вот этот показательный момент, вернее, показательный случай, он очень человечность подразумевает. Что сделали соседи? те женщины, которые поблизости были в районе улицы, они назначили дежурство между собою, потому что ребеночку там что-то или годик было, или что-то совсем мало, лядечка совсем была, они назначили дежурство, чтобы она пошла хотя бы там чуть-чуть, понятно, что она еще там кормила грудью, но как-то могла поработать, отвлечься, потому что тут же психологически все равно накапливается, что я одна, я с ребенком и тому подобное. Мужики скинулись, купили козу, и потом, когда она немножко отвлеклась и поработала, она стала сама уже дома сидеть, к ней стали приносить деток, чтобы типа ясельная группа дома, и благодаря этой козе она стала продавать молоко, у нее появились деньги. То есть вот такой реально человеческий поступок. И я думаю, если даже вот если бы эта тенденция была общечеловеческая, ведь нужно честно признаться, вот я ужасаюсь, чем дальше, тем больше у нас животный мир какой-то становится. Кажется, сам за себя моя хата с краю, особенно это наблюдается в городах, когда люди вообще на личной клетке даже не знают, кто живет. Вот к тебе вопрос, вот такой замечательный пример, вот такой большое желание, чтобы было более человечество. вот ты как борющийся вот за вот этих малышиков, вот как ты думаешь, тут больше нужно человеческого или финансового? Или как будущий там законодатель, надеюсь, большого уровня? спасибо. Вы знаете, конечно, в первую очередь, человеческого. Вы знаете, вы рассказали чудесный пример тех людей, которые, не имея ничего, а это, как вы сказали, в городе мусорщиков, это целый город в Каире, очень нищих слоёв населения, которые реально живут на мусоре, которые на самом деле вот с нашей с обычной точки зрения это отбросы общества, я прошу прощения, так грубо скажу, как вот, к сожалению, считают этих людей, но они оказали такую колоссальную помощь и поддержку маме с ребёнком, которая у нас порой не всегда оказывается среди людей, которые имеют очень большие деньги. И это пример, который достоин распространения, который достоин того, чтобы ему подражали очень многие. Каждый из нас на самом деле, каждый, ведь любой человек может спасти жизнь ребёнка, может помочь своему ближнему, не имея больших финансов, не имея больших ресурсов, а просто словом, просто моментом нахождения другим человеком, который в беде, которому плохо, нахождение рядом. Вот взять за ручку и сказать, не переживай, а ты не один. Ведь из любой ситуации есть выход. Я это знаю. И, наверное, человечность, сердечные отношения друг с другом у нас в обществе должно стать основой и нравственность, повышение, конечно же, нравственности. Должно стать основой расцвета нашего государства, возрождения нашего государства. И без нравственных основ невозможно построить нормальное государство, вкладывая большие финансовые ресурсы, но без нравственности ничто. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, первостепенно нравственность, любовь и забота о ближнем человеке и боль за его переживания, за ближнего, за его беду. Это основополагающее возрождение нашей страны, на мой взгляд. Ну вот этот год по выступлению Владимира Владимировича мы слышали, что там огромное и увеличение материнского капитала, и много социального именно, именно там и врачам, и педагогам. Особенно большое понимание уделено было демографическому положению в стране. я думаю, все равно какой-то итог будет, потому что к сожалению настроение в людях у нас разное сегодня есть. Кто-то за, кто-то против, а кто-то вообще моя хата с края. Я думаю, все-таки у нас итог какой-то будет, потому что я думаю, не зря, может быть, ни в коем случае я не хайпаю, но вот наверное, Господь не просто попустил этот коронавирус. Это для вразумления, потому что люди себя уже почувствовали небожителями. они на себя взяли власть решать жизни. Они решили, что все дозволено. А Господь порой нас отрезляет и показывает, что и так, как вы хотите, чтобы относились к вам, относитесь также и вы к людям, ну, как мы в Евангелии от Матфея читаем. Поэтому я думаю, что нужно все это делать. Я думаю, если тем более у тебя появляется возможность как-то повыше в этом деле пробраться, подняться, я думаю, с Божьей помощью все это получится, потому что дело богоугодное, чем сможем поддержим, в частности я лично. Спасибо. Ну, у нас в принципе есть 15 минут еще до конца эфира. Я вот думаю, если что-то ты хочешь сказать, безусловно, ты скажи и поотвечаем чуть-чуть на вопросы, которые в ленте нашего эфира может быть задавали, чтобы хотя бы чуть-чуть и внимание нашим подписчикам, зрителям уделить. Так, сейчас я полистаю. Ты пока можешь говорить, а я сейчас пока полистаю, почитаю. Да, я в предложении батюшка ваших слов, о том, что действительно, слава богу, в этом году были правильно расставлены приоритеты президентам. Основной акцент был сделан на демографию, на сбережение и приумножение народа нашей страны. Это очень отрадно. На самом деле, мы полностью в этом смысле поддерживаем президента. Я думаю, что это один из первых шагов. И очень хочется надеяться, что впоследствии ситуация будет меняться. меняться будет не только в материальном плане и те меры, которые были предложены, будут реализовываться, но и более глобально. Ведь на самом деле, на мой взгляд, очень хочется, чтобы в нашем общественном сознании, в сознании нашего народа семья и многодетная семья стала нормой. Это было бы прекрасно. У нас, к сожалению, сейчас подобной нормы нет. у нас даже нигде об этом не говорится. Не со школьной скамьей. Да вообще, идя в любом городе, мы видим любую рекламу, там, «Пятёрочки», «ТВ-2», но рекламу о том, что семья – это прекрасно и трансляцию идеи, что семья – это благо, дети – это действительно благословение Божие, этого, к сожалению, пока нет. Но мы будем очень надеяться, что действительно будет предприниматься всё больше и больше мер для того, чтобы ситуация, темографическая ситуация в нашей стране изменилась в лучшую сторону. Я даже, ты знаешь, вот слушаю тебя, пришёл сейчас к мысли, что пора рекламировать моду на семью. Абсолютно с вами. На здоровые взаимоотношения, где мальчик, мальчик, именно как мужчины, а девочка как мамочка. То есть не просто так, просто сошлись, поблудили и разошлись, а именно вот о таких здоровых, нормальных семянных ценностях. Потому что вот этот брешь, который нам дал в 90-х годах, может, чуть-чуть позже, что бери от жизни всё, мы сегодня начинаем пожинать. Ну, как таковых, да, вот как таковых я пролистал ленту, вопросов как таковых нет. Все пишут в основном, что тема очень деликатная, даже в какой-то мере запретная, но молчать они тоже нельзя, потому что это, не знаю, если в мировом брать, это миллионы нерождённых жизней. Это миллионы, которые, я даже не беру неблагополучных, может быть, и семьи были бы благополучны, только вот шансы им не дали. А Господь поругаем не бывает. Раз простил, два простил, третий раз попустил. Ну, вот так вот. Десять минут. Если с сокровищем это что-то хочешь ещё сказать, говори, и будем тогда прощаться с нашими подписчиками сейчас. для того, чтобы агитировать за многодетность, нужно умнеть и иметь здравомыслие, чтобы воспитывать детей, не лупить, как кошки. Поймите, да мы-то понимаем, мы родные, что их не нужно лупить, но если и в том числе не воспитывать и просто говорить, что вы никакие плевать нам на вас, этот человек и будет жить в том, что он кто. Возьмите, допустим, как-то я смотрю по центральным телевидениям ребёнок мамы, его воспитывали как живот, и он привык ощущать себя животным. Поэтому в любом случае нужно говорить, что ты человек, а не животное. Если говорить, что семья, папа, мама, трудиться это нормально, то у нас и будет нормальное общество. Но я не особо вижу, что где-то много говорится помимо храма, помимо ну не знаю каких-то духовноразных, патриотических клубов. Всё, я больше нигде не вижу. То же самое открывая инстаграм, особенно когда я хочу вот там есть такая вкладочка гиф, чтобы картинку какую-то подставить. я вижу там в основном пропаганду однополых отношений. Я когда с детьми иду в кинотеатр на мультики, я вижу там пропаганду однополых отношений. В мультике. Понимаете? Естественно, я должен объяснить как минимум своим детям, а как максимум кто со мной рядом, что нормальность это источник любви, а не пошлости. Да, абсолютно согласна, поддерживаю. Солнышко, давай закончим одной причиной наш эфир сегодняшний и всем скажем люблю, целую вас. Одна девочка стоит и поднимает рядышком, стоит на берегу моря и поднимает рядышком с собой снежинки, а не снежинки, звездочки, морские звездочки и кидает их в море. Подходит мужичок, который гулял по берегу и говорит, что ты делаешь? Я помогаю. Ты глупенькая, ты же всем не поможешь. Посмотри, практически все усеем. Всем не помогу, но ей уже помогла и кинула в море. вот такому человеческому и божьему принципу можно помочь десяткам людей. А если только сидеть диваном генералом, никому не поможешь. Бог внутри нас, это душа. Вот как ты ее уже созидаешь? другой вопрос. Машенька, тебе божья помощь. Я надеюсь, что ты и выше еще взлетишь. А чем выше, значит, тем больше ты не возгордись, а больше потрудись на ниве спасения маленьких душ, которые еще только начинают свое развитие. Милости Божьей тебе, на это Божье начинание. Тебе слово и будем заканчивать. Спасибо огромное, батюшка. Благодарю за теплые слова. Прошу ваших молитв, потому что для меня действительно участие в конкурсе и какая-то политическая деятельность это очень переживательно, поскольку это ответственность, это новый уровень ответственности, это новый уровень работы и презентации наших организаций, которые десятки лет трудятся на фоне спасения жизни детей в сфере защиты семьи, материнства и детства. Конечно же, я очень прошу ваших молитв в поддержке всех людей. Я буду очень благодарна каждому человеку за голос. Спасибо вам огромное.